А скажите, пожалуйста, вы собираете свои рестораны открывать? Никогда. Спасибо, Господи. Никогда. Вы уже все сделали, весь этап пройден, книжки написали, популярность, медиа, все, надо открывать рестораны и уже готовить людей. Ну пусть Лена скажет, потом я скажу. Я скажу, потому что, к сожалению, в нашей стране умение готовить, это последнее, ну может быть предпоследнее, что нужно для открытия ресторана, а все остальное, ну вы сами понимаете. А инвесторы к вам не обращались? А? Инвесторы к вам не обращались? Обращались, но понимаете, я не хочу быть ширмой для чьей-то дурной готовки, чтобы мое лицо покрывало чью-то халтуру, чье-то воровство и так далее. Я знаю единственный случай, когда человек, очень-очень много знающий о гастрономии, много читающий, создал успешный ресторан, очень мне он нравится, деликатесен Ивана Шишкина. Просто могу только рукоплескать этому человеку, не понимаю, как им это удалось. То есть это случайность? Это, ну не знаю, на самом деле. Хвалит дело, когда увидишь конец его. Так, ну это сразу невозможно. А что же вы думаете по этому поводу старого? Я думаю, что пока что условия у нас, в нашей стране, таковы, что хорошая еда и бизнес на еде, увы, не пересекаются. В отличие от Италии, где маленькая семья, она может держать ресторан. Если у нее укажутся на какие-то исключения, то я скажу, что эти исключения подтверждают правила. Потому что в основном все-таки, вот, если меня просят в каком-то ресторане поесть, то я ем только за деньги. Вы едите за деньги? Да, если мне заплатят. Человек, который ест за деньги.